Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. На дворе у нас весна, уже середина марта подходит. После зимнего периода, конечно, некоторые растения требуют какого-то ухода. И вот сегодня как раз займусь этим. Сегодня видео мое будет о плюмбага. Я буду ее обрезать и убирать сухостой с нее. И расскажу, как я за ней ухаживаю. Вот такая у меня плюмбага. Видите, она просто стояла у меня высоко. И видите, тут сухостой какой. Сейчас я буду ее чистить, всю почищу, обрежу ее, приведу ее в порядок. И потом расскажу, как я за ней ухаживаю. Ну, а сейчас я хочу обрезать все сухие веточки. Где-то придется листья убрать. Ну, пережила она зиму, в принципе, хорошо. Она у меня стояла в ванной. Она стояла на шкафу. И там все равно где-то, знаете, темновато все равно. Ну, в общем, она у меня даже цвела и зимой. Ну, так, очень скудно, конечно, но цвела. Ой, здесь, конечно, столько много сухих веточек. Это просто с той стороны они были. Мне неудобно было ее там вообще за ней следить, как надо. Ну, ничего. Ну, ничего. Сейчас приведу ее в порядок, и она будет снова красоткой. Бали, помаши лапками. Ну, вот, сейчас я все листья, все веточки сухие убрала. И сейчас я буду ее, ну, где-то замотаю, где-то обрежу. Вообще, она очень любит обрезку. Это лиана. Она очень быстро растет. И очень красиво цветет она. Такими голубыми-голубыми, такими шарами вообще. Цветочки. Я под видео оставлю ссылочку. Можете зайти и посмотреть, как она у меня цвела. Так, ну, сейчас я посмотрю, что с ней можно сделать. Вот эти большие ветки можно, в принципе, и куда-нибудь вот так вот подоткнуть. Ну, теперь я ее буду обрезать. Обрезать, ну, вот. Так вот где-то. Сейчас посмотрю. Начну обрезать, потом посмотрю, что можно еще где обрезать. Ну, конечно, вот эти вот еще здесь боковые веточки. Плюмбага очень хорошо укореняется. Можно покороче. Просто в воде. У меня где-то укорененое даже есть. Несколько веточек ставил, веточки три. Они так все и корешочки дали. Это, в принципе, водички. Хорошо. Ну, я как бы так хаотично обрежу. Ну, вот видите, стало поаккуратнее. Палочки не хватает, так бы ее вот так вот еще сделать. Но не получается пока. Ну, вот такая вот после обрезки и после чистки стала моя блюмбага. Кто не знает, это тропическое растение. Ее еще называют свинчатка. Начну с минусов. Минус у нее один. Она, когда цветает, цветочки становятся липкие такие. И они начинают, вот когда падать, да, они прилипают прям. Если растения рядом стоят, то они к растениям или к полу. В общем, они везде прилипают. Они такие, знаете, как липучие такие. То есть, за этим нужно следить. Ну, это вот один такой из минусов этого растения. А так цветет, конечно, я уже говорила, голубыми такими шариками. Так красиво смотрится вообще. И, конечно же, она предпочитает солнышко. И сейчас как раз вот я ее накупала под душем и унесу ее на светлое место. И вот как только вот солнышко она почувствует, она сейчас начнет выбрасывать побеги маковые. Более так озелениться. И начнет цвести. И цветет она прям, я не знаю, она все лето цветет. Вот прям вообще постоянно цветет. Ну, теперь по уходу. Полив. Летом полив обильный. Ну, по мере пересыхания. Ну, летом я ее поливаю каждый день. Летом я ее вообще выношу на улицу. Она у меня стоит вообще на улице. Ну, под крышей. Даже где-то и дождь на нее попадает. То есть, вот так вот она даже это очень любит. Но растение, в общем-то, теплолюбивое. Ну, заморозки она не терпит. Вот прямые солнечные лучи. Она, конечно, не любит. У нее начинают сохнуть кончики листьев. Ну, так как она же комнатная у нас. Если бы она росла на улице, она, конечно, бы на солнце напрямом нормально бы реагировала. Ну, она же все-таки в коржке. Грунт быстро пересыхает. Да. Что касается грунта. Грунт я использовала универсальный с добавлением разрыхлителей. Я ее подкармливаю круглый год. Фертика люкс удобрением. Ну, и удобрением еще тоже фертика для лям, которая идет тоже. Там, для винограда, по-моему, все такое. Даже вот ей подкармливаю, чтобы листочки хорошие были. Ну, она, в общем, хорошо отзывается на все это, на удобрение. Покушать, в общем, она любит. Ну, сейчас, конечно, приближается уже тепло. И видео, конечно, будет уже почаще. Какие-то растения у меня переедут в скором времени на веранду. И, конечно же, обязательно все буду вам показывать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!